А те, кто репостит эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны, две или три точно, так что всё в ваших руках, прикиньте, Сергеонис держит ваше имя в руке, прикол, да? Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис и это потерянный эпизод Тома и Джерри, который был создан ещё в 1973 году. Этот эпизод был заключительным в третьем сезоне и создателю Ульям Хана пришлось сделать эту короткую серию под названием «Последняя жизнь Тома», которая шла всего две минуты. К сожалению, эту серию было скрыто в 1980 году из общего доступа из-за чрезвычайного насилия, но сейчас её можно найти в свободном доступе в интернете и она уже набрала почти 300 тысяч просмотров. Это меня и пугает. В эту серию была чрезвычайная злость. Местами всё было насколько жутко, что заставлял его даже закрывать глаза. Серия началась с того, что хозяйка оставила Тома в детском кресле. Джерри не упустил возможности с него посмеяться и позвал бродячих котов. Те же начали жёстко издеваться с Тома. Это его разозлило, но он ничего не смог сделать против троих котов. Те, в свою очередь, начали жёстко издеваться и с Тома. Похоже, что в эту серию были использования все девять жизней кота. Издевательства над бедным Томом не прекращались. Чёрный кот был ваташком той банды. Он больше всего издевался над Томом. Он надул соску и проткнул её. От такой волны удара у Тома не было уже две жизни. После чего чёрный кот подкинул Тома за потолок. Тот же своей головой проломил его. В одной из сцен уже видно, что Том чуть ли не заплакал. Но котов это не остановило. Они положили его на стол, чтобы сменить подгузник. Самый мелкий кот ударил Тома молотком по голове. Так он его и вырубил. Том лежал без сознания несколько минут. Сознание его уже привело удар шпилькой по пятой точке. Но мелкий кот недолго думая снова ударил Тома. После этого они начали издеваться над трупом Тома. У Тома уже не было ни одной жизни. Я не знаю, как эту серию могли пропустить на телевидении в те годы. И как она вообще нашлась в это время. Но это было очень жутко. И не смотрите эту серию в реальном времени. На этом всё. Стал бы, Сергей Олнис, поставь лайк тебе то всего, то две секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого, шикарного, идеального, просто шик подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь моё воображение.